Азовский музей-заповедник постепенно приобретает свой первоначальный вид. По небольшому отреставрированному фрагменту стены становится понятно, как будет выглядеть здание в дальнейшем. В результате реставрационных работ цветовая гамма фасада музея изменится с той, которая была привычна в последние годы. Уйдет зеленый цвет, который исторически не присутствовал на фасаде здания. Ну и здание будет выглядеть кирпичным с рядом элементов, покрашенными в белый цвет, потому что он придает определенную торжественность зданию, поскольку само здание городской управы, оно воздвигалось как такое центральное, самое главное здание фасада Азов в конце XIX века. Реставрационные работы начались в мае этого года и должны закончиться осенью 2023-го. Хотя изначально подрядчик обещал сделать все гораздо быстрее за год, но оказалось, что недооценил масштаб износа здания. Многие элементы придется восстанавливать заново, а на это требуется время. Ну вот сейчас идет очистка лицевой части фасадов. Ну оцениваем примерно, что отбита старая краска и штукатурка примерно на 70-80% площади. Сегодня стоит задача завершить очистку фасадов, ну и потом уже после этого будут приступать к реставрации фасадов. Кроме того, нам необходимо заменить окна с металлопластиковых современных на те окна, которые будут соответствовать по внешнему виду аутентичным деревянным. Причем реставрация будет проходить параллельно с функционированием музея. По словам Евгения Мамичева, коллектив готов к подобным трудностям и ни одна экспозиция не будет закрыта. Реставрационные работы ведутся по разным направлениям. Кроме фасада, ремонту подлежит и крыша здания. Идет укрепление стропельных конструкций, крыши, для того, чтобы можно было вернуть на место снятый на реставрацию бельведер и установить шпиль. Сегодня занимаемся этими процессами. Напомним, реставрация музея проводится в рамках работы по содержанию здания. На это из регионального бюджета губернатором области Василием Голубевым было выделено порядка 67 миллионов рублей. Екатерина Четверикова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо